Корейский парламент поддержал инициативу главы республики по организации отдыха школьников с 5 по 8 классы, проживающих на территории Арктической зоны. В нашем регионе это Лоухский, Беломорский, Сегежский, Каливальский районы и Костомукша. Данный законопроект устанавливает дополнительно порядок распределения субсидий и порядок приобретения оплаты путёвок и оплату проезда к месту отдыха и обратно. Это, коллеги, касается приобретения 364 путёвок в этом году. На приобретение путёвок каждый год с 2022 по 2024 с федеральной казны в бюджет республики будут выделять более 30 миллионов рублей. Кроме того, на заседании приняли закон о выделении бесплатных участков под индивидуальное жилищное строительство для педагогов дополнительного образования. Перечень специалистов, имеющих право на землю, карельские депутаты предлагают расширять и дальше. Инициатива по изменению земельного кодекса Российской Федерации, где мы предлагаем дать право субъектам предоставлять землю не только специалистам, но и представителям рабочих профессий, а для Карелии это очень важно, она уже находится на рассмотрении профильных комитетов Государственной Думы. И в апреле планируется рассмотрение этого вопроса уже с нашим участием. Напомним, сейчас получить участки под индивидуальное жилищное строительство могут работники образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные. Юлия Бараева, Станислав Шведов, Служба новостей.